Всем привет, мои дорогие! Меня зовут Вера, и вы находитесь на моём канале. Вчера я пробежалась по Ашану и зашла в пару магазинчиков помимо Ашана. Это были магазин Коста, фамилия, Фикс Прайс, ну и сам Ашан, естественно. И сейчас я вам покажу, что же я купила. Всё это находится в двойной сумке. И ещё я купила пальто, его я покажу вам чуть позже. Ну и начнём мы, естественно, с тех покупок, ради которых я поехала в Ашан. Это палочки для попугайчиков и корни попугайчиков, потому что у моего попугаи закончилась еда. Палочки стоили по 62 рубля, а корм стоил около сотки, я точно не помню сколько, но точно меньше сотки. Это самый бюджетный корм, и он достаточно хороший, ему попугаю нравится. У меня Кешенька очень любит просо, и поэтому я его купила там, где много просо, потому что просо для него это прям самая любимая еда. Следующий товар в нашей распаковочке. Это вот такое вот зеркало. Оно очень классное и красивое, оно хоть и не настоящее зеркало, но в любом случае оно выглядит максимально Пинтерест. Купила я в магазине Коста, и его цена 249 рублей. Итак, в комплекте этого зеркала идёт вот такая вот подставочка для того, чтобы его поставить. И само зеркало, оно находится в плёночке, оно не настоящее, это вот такой тоненький материальчик. Но зеркало хорошее, качественное, кое-где немножко изображение размывается по углам, я видела в магазине. Я сейчас плёночку снимать, с вашего позволения, не буду, потому что я ещё не решила, взяла я себе его или на подарок. Но давайте вставим, посмотрим, как оно будет смотреться в собранном виде. По-моему, это выглядит максимально Пинтерест. Пишите в комментариях, нравится вам или нет. Мне кажется, за 250 рублей это очень хорошая покупка. Независимо от того, оставлю я это себе или пойдёт это на подарок, данная вещь выглядит прям очень-очень круто, и мне прям максимально нравится. Пишите в комментариях, как вам. И следующее, что я нашла в этом большом пакете, это вот такой вот красивый розовый крабик. Цена его 100 рублей, магазин тоже Коста, и смотрится он очень классно. Он, знаете, с матовым покрытием и достаточно большими зубиками. Я думаю, что он должен собрать все волосы, которые есть на моей голове, потому что он достаточно большой, а волос у меня не так уж и много. В общем, данный крабик заслуживает определённого лайка, очень красивый, нежный и офигенный. Пишите в комментариях, хотели бы вы себе такой или нет. Ну, а я этому крабику ставлю однозначно лайк. Следующая моя покупочка тоже из магазина Коста, и это тоже крабик, но уже поменьше размера, тоже розовенького цвета, но цена его не 100 рублей, а 39. Давайте его посмотрим поближе. Как можно заметить, он уже квадратный, а не округлый. Он тоже матовый, тоже розовый, единственное, что он более нежного цвета, ну и, как я уже сказала, более квадратный. Выглядит красиво и офигенно, мои волосы, в принципе, собирает, но с волосами которых побольше, наверное, не справится. Но этому крабику я однозначно тоже ставлю лайк, потому что за 39 рублей это прям пушечная цена и пушечное качество. Ну, а следующая моя покупочка из магазина Фикс Прайс. Цена 149 рублей. Это такой набор органайзеров для ванны. Он очень классный, здесь входит мыльница, подстаканник для зубных щеток, просто стаканчик и также дозатор для мыла. Я распаковала, и у меня получилось 4 предмета. Первая, это такая вот красивая мыльница. Как вы видите, у нее такой рифленый рисунок, в принципе, у них у всех такой красивый рифленый рисунок. У нее внутри есть такие выпуклости для того, чтобы мыльница нормально стояла и в ней мыло не окислялось и не плавало, а красивенько подсушивалось и всегда было в хорошем состоянии, пригодном для использования. Следующее, что здесь мы видим, это вот такой обычный стакан, он тоже рифленый, также там были прозрачные и, по-моему, синеватые. Я вот взяла такой вот темненький-серенький. Следующий стаканчик, он точно такой же, отличается только тем, что у него сверху есть вот такая вот крышечка, на которой находятся разделители для зубной пасты или зубных щеток. Данный разделитель рассчитан на одну зубную пасту и две зубные щетки, судя по всему. Я муж и зубная паста. Ну, правда, зубная паста у меня пампинг, она сюда, к сожалению, не влезет. Ну, а если что, эту штуку можно снять и использовать это как стаканчик, тоже и ставить как хотите, что угодно. Ну, и последний, самый странный, самый интересующий меня стаканчик, это дозатор для мыла. Это все тот же стаканчик, но к нему идет вот такая вот крышечка с завинчивающимся механизмом. Ну, и, собственно, сам дозатор и трубочка, удлиняющая его. Вставляем трубочку в дозатор. Теперь вставляем все это в крышку и закручиваем. И это уже становится максимально похожим на то, чтобы это было дозатором для мыла. Теперь одеваем все это на наш стаканчик и видим, что дозатор мыла у нас получился. Очень красиво. Я думаю, такая коллекция имеет место быть в каждой ванной, потому что смотрится она действительно очень круто, очень красиво и очень классно. Следующая моя покупочка тоже из магазина FixPrice. И это спонжер для макияжа. Честно признаюсь, у меня никогда не было такого вот именно круглого спонжика. У меня всегда были треугольные тоже из FixPrice. Этот стоил 100 рублей. Давайте его распакуем, посмотрим, что он себе представляет. Ну, хотя, в принципе, так все, конечно, понятно, но я хочу его потрогать. Ну вот, я его вытащила. В принципе, мнется он хорошо. Такой достаточно мягенький. Намочим его водой и посмотрим, насколько он разбухнет. Ну, вроде он не очень сильно увеличился в размере, по-моему, он особо сильно и не изменился. Так, чуть-чуть подрос, но не сильно. Классный спонжик, ставим ему тоже лайк. Следующая моя покупочка из магазина Ashan. И это тоже набор крабиков для волос. Стоил он 134 рубля. И здесь имеется три расцветки. Кстати, через упаковку не было заметно. Вот сейчас, снявши упаковку, я заметила, что крабики не одинаковые здесь. Один глянцевый, другой матовый. И так все три. Первые два крабика, они в коричневом цвете. Вторые два крабика, они в темно-коричневом цвете. И последние два крабика, они такие черненькие. Я думала, что они будут одинаковые, потому что обычно крабики я использую по два. И это, конечно, безусловно, для меня минус. Этим они меня, конечно, очень сильно разочаровали. Но, в принципе, крабики хорошие, прикольные. И, главное, по размеру нормальные. Я люблю вот так вот, знаете, когда волосы висят, немножко так впрять волос собирать. Вот так вот, чтобы было красиво. Итак, следующая моя покупочка из магазина Коста. Это шапочка для душа. Стоила она 99 рублей. У меня есть шапочка для душа. Она вся такая уже растянутая и очень плохо выглядит. Она, по-моему, еще с распродажей все по 10 из моего детства, когда мне там было лет 8. Она до сих пор осталась, но она уже растянулась. У нее все резинки растянутые и выглядит она так себе. Та шапочка, она не одноразовая, а такая прям нормальная, качественная. И я себе сказала, что, типа, я ее не буду выбрасывать до тех пор, пока я не куплю себе новую нормальную. Я не хотела покупать говняную из фикс прайс, я хотела себе купить именно хорошую качественную шапочку, типа той, что у меня есть. И вот я, наконец-то, ее нашла и ее, наконец-то, купила. Давайте ее откроем, посмотрим. Смотрите, сама шапочка, она черная, в золотой кружочек, что выглядит очень классно. И это сверху у нас ткань. Здесь прошита резиночка и получается такая красивая борочка, которая аккуратно обшита по краям, для того, чтобы ничего не допорщилось и не портило внешний вид шапочки. Внутри у нее клеенчатый такой слой, как у самых дешевых шапочек. Вот именно такие шапочки обычно и продаются рублей по 100, по 50, а эта 100 рублей такая классная. Ну, давайте ее оденем, примерим. Ну, из-за того, что у меня пучок, у меня сейчас торчат уши, но, в принципе, она смотрится хорошо и классно. Пишите в комментариях, как вам данная шапочка. Я думаю, что за 100 рублей это просто пушка-бомба-находка, потому что такая шапочка действительно очень классная и качественная. Следующие мои покупочки из разряда «Я уже старушка». Это два вот таких карандаша и спрей. Спрей стоил 100 рублей. Это у нас перекись водорода. Очень удобно положить куда-нибудь в дорожную косметичку, в дорожную аптечку, для того, чтобы не занимало много места и чтобы было удобно использовать. Не нужно грязными руками никуда лезть, особенно если у вас нет никаких ватных дисков под рукой и ничего прочего. Это очень удобная и классная находка. И теперь давайте поговорим о карандашиках. У меня дома есть зеленка йод, поэтому зеленку йод я не брала. Я себе купила салициловую кислоту. Это, если кто не знает, если вылезает какой-нибудь прыщик, вы его прижигаете салициловой кислотой, и он очень быстренько убирается. Быстрое спасение от прыщей, так скажем. А второе это фукорцин. Кто не знает, что такое фукорцин, это что-то типа зеленки йода, только немножко другое средство. Я не медик, я и особо не разбираюсь. Он продается в обычном классическом виде. В обычных баночках обычно продается зеленка йод, также в аптеках. Но вот я наконец нашла его в карандаше, чему очень-очень рада, потому что я очень хотела, чтобы он был в карандаше, потому что это средство люблю больше, чем зеленку йод. Далее, в магазине Коста я купила парфюмированный бальзам для окрашенных волос. Он пахнет очень приятно, именно этим он меня покорил. Ну, во-первых, он меня покорил своей упаковкой, вот, посмотрите, как она красивая и эстетичная. Во-вторых, его запах просто сводит меня с ума. Какие-то воздушные цветочные конфеты, я не знаю, как это описать. Но данный парфюмированный бальзам меня прям покорил своим запахом и своим внешним видом, своей упаковкой, вот этой баночкой в стиле, которая у меня стоит все в ванной. Я решила его, конечно же, взять, тем более за 100 рублей, думаю, нормально. Следующая моя покупочка, это брелок единорог, стоил он 149 рублей. Купила я его в магазине Коста, и купила я его не ради единорожки, а ради вот этой вот ручки. Потому что на моем кошельке у меня эта ручка износилась, ободралась, и мне нужна была срочно ручка, и мне нужно было подобрать ее под цвет. И вот она идеально подошла под цвет молнии на моем кошельке, потому что сам кошелек у меня ободрался, я покрасила его жидкой кожей другого цвета. Потому что жидкую кожу я подбирала под цвета, которых будет больше, а не под конкретный этот кошелек, но он такой, знаете, бордовенький. А молния осталась розовенькая, и данный брелочек будет красиво с ним сочетаться. Данный брелок выполнен очень качественно, своих денег вполне стоит, и единорожка тоже красивая, качественная и очень хорошая. Единственное, что очень сильно цепляет грязь, она уже вся чумазая, хотя он лежал в сумке и даже нигде не валялся всё это время. В магазине Коста за 79 рублей купила себе новую зубную щётку с жёсткой щетиной, она красивая и прикольная, цена нормальная, просто у меня закончился запас зубных щёток, я вытащила последнюю. И вот купила вам про запас, когда это износится, чтобы сразу была зубная щёточка, потому что это наступает обычно неожиданно, когда она вроде как нормальная-нормальная, а потом в следующий день просыпаешься, она уже пипец. Я такой думаю, что нужно зубную щётку, открываешь, а зубных щёток нету. Это, конечно, печаль и беда, но вот на такие случаи есть всегда у меня запасные зубные щётки, и эту я купила, потому что у меня зубные щётки закончились. Производитель обещает нам идеальную чистку. Он говорит, что здесь идеально закруглённые щетинки, силовой выступ для очищения трудонаступных мест, удобная эргономичная ручка с нескользящим упором, и она рекомендована для эффективного удаления налёта и очищения межзубных пространств. Следующая моя покупочка. Это вот такой подарочный пакетик. Стоил он 69 рублей. Я его купила, потому что у моей подруги завтра день рождения, и, соответственно, мне нужно будет в чём-то дарить подарок. Подарок я заказала на Яндекс.Маркете, я вам, скорее всего, снять его не успею, потому что он, скорее всего, придёт, и я его сразу подарю, потому что он должен прийти сегодня вечером, а завтра утром мне уже дарить подарок. Но пока я вам покажу только пакетик. Стоил он 69 рублей. Купила я в магазине Коста. Как видите, он очень красивый. На нём нарисован торт, звёздочки, какие-то золотые узоры, серебряные узоры. И смотрится всё это максимально красиво, максимально нежно, максимально женственно и максимально празднично. Пишите в комментариях, как вам данный пакетик и нормальная ли на него цена, потому что потом я ходила в Ашан, и там подарочные пакетики стоили намного дешевле. Я думала, что я сэкономила, но, как оказалось, я немножко даже переплатила. Но он очень нежный, я думаю, что ей он понравится. В магазине Коста за 59 рублей я купила вот такую вот щёточку для нанесения тонального крема. Я очень давно мечтала, чтобы она у меня появилась, и вот, наконец-то, она у меня появилась, потому что до этого я их видела по шотке, не была уверена, что они мне зайдут. Но 59 рублей, не жалко, чтобы попробовать, зайдёт или не зайдёт. У неё очень густая щетина, она очень сильно пылит, но и она очень-очень мягкая. Очень приятно её трогать, я думаю, что водить ей по лицу будет максимально приятно. Единственное, что она линяет, я надеюсь, что это через какое-то время пройдёт. Но вообще-то 59 рублей качество хорошее, и ручка удобная. У неё имеется небольшая рифлёная матовая поверхность, для того, чтобы она удобно сидела в пальчиках и никуда не выскальзывала. И этот товар тоже из магазина Коста. Из Коста вообще больше всего товаров, потому что в Косте я закупалась прямо от души. Это пауэрбанк на 10 тысяч микроампер час, стоило вам представлять всего лишь 400 рублей. И нам здесь заявлено, что выходное напряжение 2 ампера, что ёмкость аккумулятора будет от 6 до 10 тысяч ампер час, то есть никто не утверждает, что их будет ровно 10, то есть говорят, что может быть от 6 до 10. В принципе, на 2-3 заряда айфона хватит. Срок годности здесь указан, что 3 года от даты изготовления, и написано, что сделан в 21 году. То есть в марте 24 года, типа, он будет недействителен. Ну, надеюсь, что это не так. Вот, смотрите на него, он максимально тоненький, красивый, серебряный. Здесь написано пауэрбанк. С другой стороны написаны какие-то данные, что там 10 тысяч ампер час и всякие штуки, которые обычно указаны в пауэрбанках, типа, не выбрасывать мусорку, подлежит переработке и всякое такое. Здесь имеется кнопочка включения, световые индикаторы заряда, разъем микро-USB для зарядки, и также разъем USB для зарядки телефона. Пауэрбанк полностью севший, лампочки не горят, так что я поставлю его на зарядку и сделаю под съем, горят они вообще или нет. Под пауэрбанком лежала такая маленькая коробочка, давайте посмотрим, что в ней. Там, скорее всего, провод, и здесь, скорее всего, кто-то ковырялся, потому что провод отдельно, а вот эта штучка тоже отдельно. Провод не очень длинный, но матовый и приятный, идеально чистенький. Возможно, просто кто-то смотрел в магазине, что этот пауэрбанк из себя представляет, надеюсь, он не возвратный. Следующий товар у меня из магазина «Фамилия», и это тоник, который залит в влажные салфетки. Экспресс-уход тоник, экстракт лепестков роз, антиоксидантный комплекс. Восстанавливает кислотно-щелочной баланс кожи после очищения, тонизирует, освежает и матирует кожу, защищает клетки от воздействия свободных радикалов. 15 штук влажные салфетки для леса. В магазине Коста за 200 рублей я купила такой набор кистей, маленьких, для дорожной косметички тоже. Что меня больше всего привлекло в этих кистях, это то, что здесь есть такая вот упаковка, которая застегивается на такой замочек с удобной ручкой. Именно в ней оно и будет лежать в моей дорожной косметичке, потому что я вечно не знаю, во что их класть, для того, чтобы они не пачкали всю косметичку. И вернемся к кистям. Значит, здесь есть косая кисть, плоская кисть, большая, плоская кисть маленькая, пушистая кисть маленькая, пушистая кисть побольше, плоская кисть среднего размера, щеточка для бровей и ресниц. И также вот такая вот махнатая кисть, немножко скосая. Следующая моя покупочка, это такой вот магнитный планер из магазина Коста, его цена 300 рублей. Можно вписывать числа и писать свои планы на каждый день месяца. Место, где вы пишете список дела на следующий месяц, если какие-то планы есть, которые нужно оставить. И также здесь есть трекер привычек. Здесь нужно написать свою привычку. И также по дням месяца можно ставить галочки, типа выполняли вы полезную привычку или не выполняли. Сзади имеется магнитное покрытие, обычно черное, как у самых дешевых магнитиков. И в комплекте идет маркер со стирающейся штучкой. Такие маркеры на Симоленде стоят по 28 рублей, если вдруг он закончится, я знаю где их купить. Как вы могли заметить, маркер пишет просто потрясающе, очень аккуратненько, без пробелов, без чего-либо. И стираем. Стирается тоже хорошо. Данному планеру ставлю лайк. Следующая моя покупочка в магазине Ашан. Это три вот таких дезодоранта Дионика. Эти стоили по 129 рублей, а этот стоил 128 рублей. Не знаю почему, они одинаковые, отличаются только запахи. Эти два дезодоранта, это те дезодоранты, которые я пользуюсь постоянно. Это мой любимый дезодорант. Он мне очень нравится, он хорошо защищает от пота. Также он красивый, эстетичный, с прикольными рисунками, нежный, милый. И самое главное, он пахнет не дезодорантом, а каким-то, знаете, таким запах ненавязчивый. Какой-то, знаете, такой больше парфюмированный. Этот и защищает хорошо, и пахнет приятно, и все с ним хорошо, и с ним все замечательно. И также он не имеет спирта, солей и алюминия. И я взяла попробовать вот такой вот зелененький. Я понюхала его в Ашане, и мне очень понравился его запах. Пахнет он действительно очень классно. Даже, мне кажется, немножко приятнее, чем мои рыженькие. Но рыженьких я купила несколько по привычке, потому что вдруг мне зеленый не зайдет. Друг, он пахнет так приятно, а на мне будет пахнуть неприятно. Поэтому я взяла два рыженьких и один зелененький на пробу. По 19 рублей в магазине Коста я купила вот такие вот мастер тату. Светящаяся татуировка плюс хлопающая карамель. Я купила два набора. Там еще были какие-то для леди, там с каким-то Hello Kitty с чем-то таким. Я взяла такие вот рокерские, прикольные. Я взяла это на подарок ребенку своих знакомых. Я думаю, что она будет рада. Следующая моя покупочка из магазина FixPrice. Это пеноочиститель для обуви и аксессуаров. Цена его 124 рубля. Вообще, я очень люблю разные штуки в пенках. Это, во-первых, маленький расход. Во-вторых, пенки, как по мне, очищают лучше, чем обычные другие средства. Но это я делаю выводы из пены для лица. То есть мне пенка для лица нравится больше, чем гель для лица. И вот я решила попробовать. Затестирую, посмотрю. Надеюсь, что все будет работать потрясающе. И постараюсь вам подснять и вставить. Если вдруг этого здесь не будет, то это будет в каком-нибудь другом видео. Так что не пропускайте мои видосики. И следующая покупочка тоже из магазина FixPrice. Цена 149 рублей. И это ватные палочки. Их в наборе 200 штук. И они необычные. Как вы видите, есть одна такая вот рифленая, как снеговичок. А другая такая конусообразная. Ей, думаю, будет удобно исправлять всякие проблемы с макияжем, когда стрелка кривая или еще что-нибудь будет очень удобно подправить. Здесь написано, что они сделаны из 100% хлопка. То они гигроскопичные и мягкие. Если вы знаете значение слова гигроскопичные, пишите в комментариях, я его не знаю, мне было бы очень интересно его узнать. Здесь нарисовано, что ими удобно вытирать грязь с лица, с губ и с ногтей. То есть данные палочки нам позиционируют как какой-то предмет именно для бьюти, а не для того, чтобы чистить уши. Но я думаю, что чистить уши ими тоже будет нормально, особенно той части, которая похожа на снеговика. Следующий товар из магазина Costa. Цена 99 рублей. Это массажер лифтинг для лица. Он, как обычный массажер, такого плана, но он чуть поменьше размером. Вот, смотрите, он выглядит именно вот так. Обычно они такие, знаете, более большие, с более большими шариками, но это прям такой вот маленький, компактненький, чем он мне и понравился. Я думаю, что им хорошо будет прорабатывать зоны скул, для того, чтобы здесь была кожа более подтянутая. И знаете, когда вводите этой штукой, такие необычные ощущения, как будто бы куча-куча маленьких иголочек или маленьких шариков, как будто что-то лопается, и очень прикольное ощущение. Блин, он теперь весь тоналки у меня после того, что я сейчас сделала. Я его в магазине попробовала на руке, вот так вот вводила, и вы не представляете, какие это приятные ощущения. Даже сейчас я это делаю, и мне просто безумно приятно. Это так классно. Я сначала не понимала, для чего вообще эти массажеры покупают, но после того, как я его попробовала, мне прям очень-очень понравилось. Это так приятно, это так классно. Как будто, знаете, вам делают какой-то профессиональный массаж. И с другой стороны, у него вот есть какая-то такая вот маленькая капелька. Честно говоря, не знаю, для чего она нужна. Возможно, где-нибудь в инструкции будет написано, но здесь нет никакой инструкции. Типа догадывайтесь сами, как чем пользоваться. Но вообще данные массажеры, я думаю, что очень классные и кайфовые, потому что уже очень приятные ощущения от него возникают даже на руке. А на лице так вообще. Уникальная модель, предназначенная для лифтинга и зоны декольте. Результат, который нам обещает производитель. Повышение тонуса кожи, снятие отеков, разглаживание морщин и замедление старения, выравнивание тона кожи и улучшение цвета лица. Для регулярного использования. Состав ABS пластик и железо. Сделан в городе Красноярске. Изготовлен в марте 2021 года тоже. Очень классный массажер. Я давно думала о его покупке. Недавно увидела его в сериале Первокурсницы. Там он был большой и классический, но я вот нашла такой вот маленький за 100 рублей и решила его купить. Ну и последняя покупочка, не считая пальто. Это из фикс прайса. Заколки для волос. Цена их 59 рублей. Здесь ее 4 цвета. Слоновая кость. Розовый, голубой и ярко-синий. Очень красивые маленькие заколочки. Аккуратненькие, прикольненькие. Мне очень удобно вот здесь вот подкалывать волосы. Они периодически здесь ломаются и выпадают. А чаще всего я хожу именно с такой прической в обычной жизни. Это для вас я обычно снимаю с какими-нибудь распущенными волосами или с чем-нибудь. Обычно я хожу именно с таким пучочком. Кстати, пишите в комментариях, как вам, мне идет такой пучок или нет. В жизни мне всегда говорят, что мне очень идет. Но мне кажется, что на камере я смотрюсь как-то не очень. Но напишите свое мнение, мне будет очень интересно почитать. Данные заколки очень классные, прикольные. Мне очень понравились. Самое главное, что они маленькие и очень эстетично выглядят. Ну а теперь погнали мерить пальто. Данный пуховик смотрится на мне вот так. И мне кажется, что он смотрится на мне очень красиво. Вот сбоку и вот вид сзади. Так я сейчас надела его на голое тело. Ну, грубо говоря, на футболку, да? Но на меня немножко это корчится. Носить-то я его буду на свитер, поэтому он будет более как бы, ну такой широкий. Поэтому, ну, здесь не будет висеть. Просто если я сейчас надену его со свитером, то я умру очень-очень жарко. Единственное, что мне не нравится в этом пуховике, это его ворот. Потому что, когда его застегиваешь, он выглядит очень странно. Смотрите. Видите, он как-то ни туда, ни сюда. Он какой-то очень странный. То есть он, в принципе, он, конечно, будет закрывать от ветра и дождя. Но выглядит это максимально странно и максимально непонятно. А если его вывернуть, то он тоже не смотрится. Поэтому вообще какая-то непонятная тема. Но самое главное, что, в принципе, все по размеру, все по фигуре. Здесь имеются такие бы штучки, чтобы не задувало облегающую руку. Ворот тоже, в принципе, нормальный. Но вот единственное, что... Я думаю, что если не застегивать его до конца, вот так носить, и здесь какой-нибудь большой пушистый шарф, будет красиво. Давайте посмотрим, как сможет за капюшон. Капюшон вообще великолепный. С ним точно ничего никуда не будет задувать. Просто великолепно. Да, кстати, ребята, вот здесь есть такие вот штучки. Можно утягивать по фигуре сколько хотите. Я сделала так, потому что мерила в магазине. Все это на свитер. И на свитер это было норм. Ну вот, я вам показала. Давай сейчас я сделаю вертикальный видосик. Ну и вот, собственно, в полный рост. Смотрится неплохо. Давайте застегнемся, я вам покажу. Вот так все это выглядит в полный рост. В принципе, хорошо. Вот сбоку. И вот сзади. Мне кажется, что мне это пальто идет очень. Напишите в комментариях, как вам. Мне нравится. Ну все, ребят, на этом наш выпуск подошел к концу. Я надеюсь, он вам понравился. Если он вам понравился, ставьте большой пальчик вверх. И пишите в комментариях, что бы вы хотели видеть на моем канале. Может быть, какие-нибудь новые рубрики или что-нибудь вас интересует. Пишите обязательно. Я все буду читать. Всем пока. Спасибо за просмотр. И до новых встреч. Встретимся в новых видеороликах. Пока-пока. Пока-пока.